6 тысяч мероприятий в 80 регионах России. Только за прошлый год Всероссийский фестиваль науки под возрастным рейтингом 0+, посетило почти 2,5 миллиона человек. В 2018-м размах 8-го по счету ежегодного мероприятия для самых любознательных ничуть не меньше. Во Владивостоке площадкой для проведения фестиваля стал ВГУЭС, а среди экспозиции можно было встретить не только качественные модели роботов, скульптуры, образцы клеток древних растений и другие экспонаты. Пожалуй, главное сокровище любого фестиваля науки – это любопытные дети, которые точно знают, каков возрастной лимит для пытливых умов. На фестивале науки засветились и недавние гости передачи «Время говорить» на 8-м канале, а точнее, один из синтетических гостей – робот Адам. Это творение приморских робототехников, по словам создателей, к слову, резидентов Сколково, лишь первый шаг на тернистом пути отрасли в стране. Один из создателей робота поделился с нами ответом на главный вопрос, который возникает у молодежи, когда речь заходит о науке и знаниях. А именно, модно ли быть умным в 21 веке? Умными быть очень модно, умными быть – это очень круто, потому что востребована именно умная молодежь, востребована именно молодежь, которая развивается именно на энтузиазме. Я вот приведу в пример Александра Ганюшкина, который привлек меня в команду разработчиков именно на энтузиазме. Его с детства была мечта собрать робота, и он реализует свою мечту. Естественно, без определенных компетенций этого сделать невозможно. Съемочная группа 8-го канала испробовала на себе некоторые из достижений науки, представленных на фестивале. Так корреспондента буквально оцифровали и загрузили в компьютер в форме 3D-модели. А в одном из павильонов нам предложили проверить свои знания, ответив на 25 вопросов про динозавров. Причем, все по-взрослому. Как говорится, тяните билет, молодой человек. В целом, программа Владивостокской площадки фестиваля науки 0+, получилась пусть и несколько камерной, но очень насыщенной. Я не знаю, как сделать самих единственных схебания пальцев. Но это все есть в свободном доступе. Пусть не все стенды фестиваля получились красочными и интерактивными, каждый заслуживал внимания. Вот и ученые из Дальневосточного отделения Академии наук, изучающие растения, лес и годичные кольца, стояли немного особняком. Но и им было что сказать. Особенно о том, зачем вообще интересоваться наукой. Любое знание, полученное в любой этап жизни, может пригодиться в неожиданный момент. Это расширяет кругозор, делает мозг гибче. И тогда найти выход из трудной ситуации становится легче. Организаторы уверены, что подобные мероприятия по-настоящему помогают искать ответы, исследовать и открывать мир. А тот факт, что фестиваль рассчитан на самую широкую аудиторию, лишь помогает реализовать его просветительский потенциал. Евгений Черемухин, Алексей Заровный. Новости на Восьмом. Новости на Восьмом.